Игнать Тихонович, слышите нас? Да, слышу. Так, вот мы сейчас... Да, бывает такое, да. А вот поясните, для чего апостол Павел остригал голову? Так это обычай был, когда заканчивалось обещание Богу. Они на определенное время же у них это было. И когда заканчивалось, он должен был остричь волосы. Вот для этого и делалось. Конкретно... Обед на зарейство давали, на определенное время. И в знак окончания нужно было остричь волосы. Такой закон был. Ну, он это делал как бы для того, чтобы приобрести вот этих вот... Так нам толкователь читает. Ну, так-то так. Но для чего именно волосы? Ты бы об этом спросили. А для чего он? А уже цель это другое дело. А это он обязан был сделать. А ему можно было не ходить. Он уже принял Христа. Но он ради них, чтобы привлечь. Да, правильно это. Для всех сделал совсем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Понятно. Благодарю. Значит, обед на зарейство был у них. Да, конечно. А об этом обеде на зарейство еще расскажите. Ну, какой обед? Обед, когда давали в это за время обеда, допустим, дают обед на пять лет. Что-то там как-то. Но за это время она не должна была, эта рука его, касаться мертвого. Вот одна женщина дала там обед этот. Женщина тоже давала обед. Мог муж снять ее или отец этот обед. Вот проходит время, и на четвертом году у нее умер ребенок. И она его прикоснулась. И пропали эти годы. Она снова начала. И она три раза так была. Из-за того, что прикасалась к покойникам. Сохранила это такое. Никто не спрашивал, не охал, не ахал. Напряженная жизнь всегда поощрялась. Там написано было, что... Как себя вести. И за это время там винограда не есть. Ни кожуры, ни зернышки в нем. Перечислялась, чтобы никакой лукавый человек не начал. А то говорят, вот Пасха... Допустим, сейчас загово не будет. Последнее воскресенье мясо едят. А на масленке-то мясо не едят. Но если в зубах мясо застряло... Ну, застряло так все... Ну, так все, лег спать-то и... Какие вот подобные обеты даются, и кому они Богу эти обеты давали? Кто-то был свидетелем, кто-то... Или они сами по себе эти обеты давали? Обеты так не дается, как вот трудно было, сказал. Ну, и это надо помнить. Вот человек у нас был один такой, заблудился. Пурга. И он сбился с дороги. Крутится, и ничего нету. Дальше он понял, погибает. И он тогда взмолился. Брошу курить, Господи! И мясо в рот не возьму. Смотрит. Маленько развеялось. Он увидал мельница там. И он на мельницу. А там мельник был, он его запустил и спасся. И он, мужик, все выполнил. А всем стало известно. Курил и сразу бросил. Он говорит, даже не тянуло. И мясо в рот никогда не брал. Да мне противно смотреть даже стало. Он, я спасся. Главное-то я спасся. Бывает, парень в плену был, вернулся из Чечни. Дал обещание. Жениться не буду. Приехал, а тут такая встретилась. Без нее жить никак нельзя. Ну, мать говорит, ну что, сынок, делать-то будем-то? Он, не знаю. Они мне звонят, что делать? Как оно было дано? Это вопрос не просто так сказал. Пойди к священнику, к епископу. Как они тебя? Не знаю я, как они рассудят. Как ты? В горячах сказал, там, не подумал. Ну, должны быть, когда подстригают, обет монашества дают. Это же епископ подстригает, там, или игумен. Он дает обет Богу. Бессеребренно. То есть не привязывается к ним, ни к каким деньгам. От своего имущества, от жены, от всего отрекается. Обеты давать до конца надо знать, когда, в какое время, как. По моему мнению, ты дал обещание, никто не видел. Но ты сказал, Господи, считай ему житие святого Петра. Он был в плену. А там их продавали пленников дальше и убивали, и что только не было с ними. Он дал обет Богу. И его Георгий Победоносец явился и вывел из плена. И он домой не пошел. Пошел в горах. Засел там в пещере. Родственники узнали, прислали за ним. Слуги говорят, вот сидишь ты один здесь, а родственники не верующие. Тебя все любят. Ну, приди, расскажи, люди обратятся. Он помолился, это от сатаны. Это сатана пришел. Как так, уйди? А обет? Ну, тут и понимаю его как. Но он до конца выдержал, святой остался. Я вот никогда никакого обета не давал. Ну, понимаю, это очень серьезно. Никакого обета не надо. Я обязан это делать. Мясо не ем. Я не давал обет, но я мясо не ем никакое. Сам знаешь. Надо мне мясо и женить бы. Главное-то вот. Я думаю, все понятно здесь. Закончил? Отошел? Благодарим. 1-й каинфонам 9-22. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Толкование. Так и теперь для вас, по причине нетвердости вашей в убеждениях и удобопреклонности к соблазну, я не хотел питаться за ваш счет. Да и в тех случаях, когда он по немощи слушателей не говорит ясно о божественности сына или о божественности духа, зная, что он становится для немощных как немощный. И что перечислять многое, я ко всем применялся, хотя я не надеялся спасти всех, но желал спасти хотя немногих, а это еще более удивительно. Но трудиться до изнеможения ради немногих – великое дело. Прибавил по крайней мере, чтобы утешить учителей. Ибо хотя никто не спасет всех, но немногих, без сомнения спасет. Потому не должно оставаться в бездействии. Пожалуйста, вопросы. 1 Коринфянам 9.23 «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Толкование. Благовестием называет верующих, которые спасаются через благовестие. Как и выше сказал, от благовестия жить, то есть от верующих. «Я, говорит, поступаю так для того, чтобы мне вместе с верующими быть соучастником в венцах». «Говорит так не потому, будто делал это из-за награды, но для того, чтобы убедить их делать все дела для братьев в надежде получить благо небесное». «Заметь, смиренно мудрый апостол, достойный первенства, он в участии в благах поставляет себя наряду с верующими вообще». Толкование. Ой, комментарий Игнатия Лапкина, простите. «Кто из верующих слышал эти слова от своих пастырей, что они спасаются через благовестие? А если нет благовестия, то, следовательно, и нет спасения. Найдет ли Господь верующих на Руси, когда явится во второй раз? Если спросить православного, как он обратился к Богу, кто может сказать, что он обратился через благовестие? Вопросы. Ну вот, нам вот здесь присутствующим, кто обратился, те могут о себе сказать. Я могу о себе сказать. Я обратился через благовестие. Через занятие по Слову Божию, которое вел Игнать Тихонич в Политехническом университете. А на какое слово здесь говорит Феофилак Болгарский, то, что спасается через благовестие? Так, ну... Но это вот толкование на вот этот стих. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. То есть он сделался для всех, я сделал совсем. А для чего? Что он это делал? Он благовествовал, примерялся. То есть это и есть благовестие. То есть нужно тысячи талантов. Чтобы крестить, ничего не нужно. А чтобы обратить душу ко Христу, вот нужно вот примеряться, вот быть таким психологом, что ли, так скажем, по нашей мысли, так сказать. Это вот называется благовестие. То есть благая весть. Чтобы эта весть пробудила души. А я так понимаю, тут вот Евангелие, вот ниже прокрути, Евангелие, вот сие же делают для Евангелия. То есть сие же делают для благовестия. Он это имеет в виду, мне кажется. Ну да, Евангелие, да, благая весть. То есть Евангелие, благая весть, это его тут? Ага. Ты обратил внимание на благовестие, а я обратил внимание на слово спасаются. Вот. То есть, ну, и вот, тут-то нам надо разобрать спасаются через благовестие. То есть два слова. Как спасаются и через что. Ну понятно, что это Евангелие. Мы вот сейчас послания проходим. До этого тоже проходили Евангелие. И не на один раз читали столкование. Через это мы спасаемся. То есть очищаемся от грехов. Познаем волю Творца через это. И свою волю собрежаем с Его волей. И тогда есть надежда на спасение. Что мы до конца жизни успеем избавиться от всех грехов и страстей, которые мучают нас в этом бренном мире. Тленном. Вот. А сегодня, вот, к сожалению, что у нас вот спасаются, ну, не через благовестие, через чудотворные иконы, через крестные ходы, через что там угодно. Но придумали. Так вот, подмена такая у нас произошла в православии. К великому сожалению. Через сакральность церковно-славянского языка. Вот. Через какие-то там вот непонятные вещи. Через долгое стояние. Через там благоухание. Но только вот благовестие отодвинутого вот на самые-на самые задворки. проповедь о Христе, о Евангелии. Главное, в ночь со вторника на среду ничего не делать. 1 Коринфянам 9.24 Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Толкование. Доказав, что нужно снисходить братьям, ведет к ним речь уже более строгую. Слова его имеют такой смысл. Не думайте, что для спасения вашего достаточно уже того, что вы уверовали и вступили на поприще церкви. Нет, этого мало. Подобно, как и для бегущих на ресталище, мало просто бежать. Но нужно еще бежать безукоризненно и при том до самой цели. И кто так бежал, тот только и получит награду. А вы в опасности не получите ее, потому что зная более чем другие, пренебрегаете братьями и вкушаете идоложертвенное. Вопросы? Ну вот, на первый взгляд казалось такое невинное деяние, вкусил и дарила жертвенно. Он сам себе знает, что оно никакого вреда не принесет. Вот, что идол в мире есть что он идет на базар покупает это мясо или там дарит его ему. А в чем грех-то такой его? Апостол Павел говорит, что он даже спасение потеряет. То есть, в опасности не получить ее эту награду. А награда это естественно только получает тот, кто добежит до цели. Многие бегут на рестольщи, а один получает награду. То есть, остальные не получат награды. Значит, не войдут в царство небесное. То есть, такой пример. Вот здесь мне кажется, вот это хорошо. Понятно, вот по прошлым стихам, там как раз он объяснял то, что вот если идет верующий, знающий, что идол не что там в капище или вкушает и вкушает изгложертвенное и немощное виде это, так как он думает, что идолы это что-то, что они действительно какие-то боги, то он подумает, что этот христианин как раз таки этому богу-то и почитает его, раз ест идолы жертвенное и соответственно тоже будет это делать. Не то, что есть идолы жертвеннее, он будет считать, что он почитает этого бога и соответственно согрешит, то есть погибнет как верующий. А это будет вина вот именно того совершенного, который знал, что это идол и соблазнил брата. Ну, да, хорошо объяснил. То есть он еще пока сомневался, написано невозможно служить богу и мамоне. Ну, мы как-то подумаем, что в храмах торгуют, но подумаешь, там Симония, ну, они же подумают, что там свечки торгуют, ну, какой в этом грех-то, люди же хотят. написано невозможно служить, либо одного будешь ненавидеть, а другому об одном не родить, одного любить, а другого ненавидеть. То есть Господь четко разделил. Торгашей из храма выгнал, то есть все понятно казалось бы. А у многих же сомнения насчет этого, ну, а что я сижу торгую свечками, какой в этом грех? И здесь он тоже. А вот грех как раз то, что тот сомневался, совесть его мучила, а правильно ли я двум богам поклоняюсь, вот этому идольскому богу и Христу? Ведь написано же не создай себе кумира, там вот у него мысли-то какие-то были, это же все-таки грех, наверное, нужно перестать это мясо употреблять. А потом глядь, о, христианин-то он ест, ничего тут такого, можно двум богам служить спокойно, еще лучше даже. Но написано Господь ревнитель, то есть он только славу мою не отдам никому, никаких идолов он не терпит. Первое Коринфянам 9.25 Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Толкование Вы, говорит, должны бежать так, чтобы получить, а этого не бывает без любви, которой вы не имеете. Хотя вы и почитаете себя совершенными, но несправедливо, ибо вы еще не достигли сего. Намекая же на то, что у них много было недостатков, ибо между ними водились чревоугодия, блуд и пьянство, говорит, все подвижники воздерживаются от всего, не от того или от другого, но от всего воздерживаются. Итак, признайтесь, что вы еще далеко не совершенны, и узнаете, что получение награды обуславливается воздержанием. Это уже обличение. Они воздерживаются для получения тленного венца, а мы не делаем этого и для венца нетленного. вопрос да, тут вопрос, да, не так маленько прочитал, маленько не уловил. И вопрос, вопрос следующий, задаю, вопрос задаю, задавай, задавай. почему тогда здесь апостол называет тех, которые вкушают сильными, а тех, которые не вкушают немощными? По всей, мы сейчас видим по всему, что он дальше говорит, как раз наоборот, те, кто вкушают немощные, а те, кто не вкушают сильные. Понятен вопрос? мне понятен. Кто желает ответить, пожалуйста? двояко можно понимать, если говорить о мясе вообще, то кто не вкушает его, тот как бы сильный считается, может себя сдержать. Если идоложертвенная, то здесь другая сторона, здесь имеет большую веру, соответственно, понимает, что это просто обыкновенные продукты, ничего вреда ему не нанесет никакого. А тот имеет сомнения, какие-то маловерия, поэтому более слабым считается. Ну, понятно мне во всяком случае. вопрос. Я не нашел точного определения идоложертвенного в наше время. Что это такое? Как это вообще понимать? Могут ли меня обмануть, накормив этим? идоложертвен? Игнать Тихонич, ответите. Здесь как раз само название говорит идоложертвенное. Ну, идолом пожертвовали, а пожертвовали быка, барана. Вот мы считаем, там 13-я глава Даниила. Они брали сколько там? По нашим меркам может быть 4 ведра кажется у них вина уходила. Видал большой был, пил. И мясо жарили, клали, утром приходили, нету. А Даниила разоблачил пеплом, посыпал пол, она кажется от подпола поднимались, маленькие ребятишки все съедали. Их все. Всех казнили. И вот эти, если ты узнал, как при Феодоре было однажды такое, чтобы христиан осквернить, они решили пищу всю там покропить своей-то тоже жертвенной кровью и прочее. Ангел открыл, и были предупреждены верующие, и никто на базар не пошел, а сделали это каливо, пшеницу распаренную с медом ели. И с тех пор стали это отмещать. Ну вот как и сверь победила Амана. Вот как у евреев празднуют по сей день, так у православных такой праздник есть. Господь спас их, хотя в другом виде было. Видала жертвенная, вот сейчас допустим кришнаиты, они яблоки обкуривают, а потом дают, это тоже видала жертвенная. Ни под каким видом не брать, вообще не брать нигде. Все, голодные или что? Я вот впереди, которые смотрели, там проходили сейчас, я хотел сказать, вот говорят дела, говорят за них, дела. За веру. На нас всегда было тут такое отношение, как гонение, преследовали церковники. А тут бабки стали ходить к ним, узнали это дело-то и как-то пронеслось, одно я там печку сделал, другой мы дроба распили, третий с крыши, снег скидали, а они одна за другой-то пошли к настоятелю-то. Ну, а тут он еще не может сказать. Он-то не ходил, а ходили мы. А он все-таки сказал, вы не солнышко и всех не обогреете. Чего вы так тратите с себя-то? Бабка-бабка, то и одно сделали, привезли, принесли, купили, а мы считаем, это ничего и не стоит совсем. Значит, дела за нас все-таки говорят. И вот эти дела, жадность, когда идет, и где-то был там что-то, цветы взял. вот сейчас мусульман же тоже ураза бывает, и они закалывают баранов, там, скотину, в общем, и приглашают, и многие идут, едят это. И меня одна русская спрашивала, с православной бабусей, она говорит, вот как мне, можно идти или нет? Я говорю, я считаю, что нельзя, там и доложертвенные будут, и ты что, говорю, будешь есть это? Ой, я не знала, они меня всегда приглашают, вот так и можно обмануться сейчас. Я не знаю, у них там это есть или нет, это окропление, не, вот так, допустим, так ответить смело, у меня опыта такого нет, не приглашали, и не было, и не знаю, а может быть, просто люди добрые приглашают, но нужный-то нет и не пошел, потому что, если бы среди нас были те, которые приглашают, они бы сейчас услышали и сказали, да какой идол-то, когда мы единому Богу кланяемся, только по-другому называется, вы что придумываете-то на нас, поэтому мы должны здесь до конца уже знать, потому что они борются с идолопоклонниками, а мы их назвали идолопоклонниками, мы можем не правду сказать, они очень приветливые такие, что-то где-то сварили, или свадьба, и всех зазывают, ничего там идол-жертвенную может и не быть, не знаю, я, допустим, думаю, что нет ничего. Они именно жертвенно делают это, под каким-то именно в мечети закалывают, ну, хотя бы и так, где закалывают, молитву какую-то, сестра, речь идет об идолах, идолом жертвенную, а какой у них идол-то, какой? Мы даже сначала идола найти, и потом узнать, там жертвовали или нет, ну, я просто осторожничаю, мы можем не правду сказать, они очень приветливые эти люди, свадьба какая, они, кто бы где ни был, иди собирай всех по изгородям, по дворам, приглашайте всех на свадьбу, и дом наполнился, вот, свадьба, когда есть, говорят, ты зови там таких, на нас тоже могут подумать так, но идола-то нету, у него названия нету этого идола, и поэтому не знаю я, не могу так быть уверенным в правильности ответа. Но вот эта подруга-то, Рахиль, она тебе, она считает себя христианкой, и поэтому у нее такое сомнение, можно ли там у мусульман тоже вот эти вот, для нее-то, в ее понимании-то, раз она такой вопрос задает, это тоже какой-то типа идола-жертвенного, то есть, она свою веру как бы придает, кушая там. Брат Сергей, слушай внимательно, что она думает, думает, уже не думает, уже на языке, а дальше по делам, и можно ошибиться на сто процентов, не ходить, молчи и помолись о людях, если идол есть, то я, ну вот, хотя бы один из них, вера у нас был бы здесь, он бы сейчас сказал, вы что придумываете-то, я много с ними беседую-то, какой идол-то, где, кого вы идолом называете? Они неправо веруют, они не верят, что Христос умер, это один вопрос, но идола-то нету, идолом может стала для него жена, она, как бы, образно сказать, тут не знаю я, никогда бы я не пошел, сестра права, но дальше не идти, ничего не объясняет, да зачем идти? Зачем? Выходит, мы православные своих накормить не можем, позорные, а их приглашаешь, они рады нажрать, все приходят, свиноеды, вот и все, не пошел бы никогда, не ходил никогда, даже когда верующие зовут, я никогда не хожу, бывает в 10 лет один раз, что-то особое-особое, даже от свадьбы у нас играет, я за стол не сажусь, а с чем-то я не согласен, а с чем? Догадайтесь, вот видите, играет, не играет это, после венчания у нас, все благоприлично, но на столе ставится вино, вино законно ставится, я за стол не сажусь, я простою рядом, что я почти на свадьбе нахожусь, но за стол не сажусь, а потом все спрашивают, а почему не сели? Я никому не объясняю, не сел, да и все, я есть не хочу. У меня сегодня одна душа говорит, молчать только говорит, я сейчас буду говорить, чтобы никто не выскочил, как на варе шапка горит, рассмешила до того, где-то она нашла нашу беседу с отцом Александром Менем, а его убили, его давно уже нету, больше 10 лет, ну и плохо слышно, ну хотелось бы лучше, но не сделают, даже специалисты не могут выправить, а она говорит, ну вроде перенасчитать надо заново, пускай Сергей посчитает, я говорю, так неужели Александр то мне воскрес? Я так показал тоже уже вроде бы шутки-то, это никак, мы это перепечатали, это нашу беседу с ним, я знаю она в 20 томе открытым оком, зайдите там и прочитайте, если не можешь, я могу достать, скопировать и послать, беседа с Александром Менем, в разговоре что-то ты не расслышишь, а тут все слова запечатаны, напечатаны, ну у пленки там в конце обрезали, в КГБ когда брали, поэтому там маленько не хватает, может быть, но не важно, так ладно, с Александром Менем заново переговорить вроде надо, так интересно получилось. А я ее начитывала, эту беседу. Повтори. Эту беседу я начитывала, что-то около трех часов. Да, подожди, так разве про это речь идет? Я подумал, наша беседа с Александром Менем вживую была. Он смеется там, разговаривает, как он стучит ложечкой в стаканчики, и схватился у меня за микрофон, даже засмеялся, ну и интерьер попался сегодня у меня. Я не понял тогда, если эту начитку, ну тут, конечно, можно начитать, а то я подумал, что наш разговор возобновить, улучшить. Ну пойти вроде к нему, мысль такая, я думаю, неужели он воскрес? Понятно. А я когда передачи-то-то сделал, кажется, длинные передачи были, беседа не одна была с ним, и люди стали говорить, звонить в студию прямо, откуда радио идет, как вы сможете, кто вы такой на меня, вы с кем спорите, разве вы имеете? Я отвечаю, я могу, а вы нет. А почему? Да потому что его нету, это пленка, он живой, я ему говорил о несогласиях. Ни за какие миллиарды эту встречу заново повторить нельзя, он ушел, его нету. А кто-то нашел наши передачи, это разговоры-то, а там его целый фонд работает, найти, где он беседовал, встречался, ну его как музей составили. А потом кто-то наткнулся в нашу беседу, там столько вас лица не было, вот интересные люди-то. Он беседовал-то, а меня тоже маленечко там узнали они. Такую беседу нашли. Ну вот так. И туда же приложили, туда его, где в музей, или как назвать. Я с ним встречался. Все, отошел. Еще по вопросу о Рахиле. Если мы, христиане, знаем, что они вот этот барана приносят в жертву Аллаху, а Аллах это не тот Бог, которому мы поклоняемся, то есть о нем мы узнаем из их книги, священной Корана, то можно же считать, что это есть жертва бесу, то есть не нашему Богу, неистинному Богу, а что неистинный Бог, то он есть идол, или там бес, как его, приносят жертву бесам. Я эти слов не говорю. Ну именно так я считаю. Вот я говорю, я не говорил, вы делайте как хотите. Не, не слышишь на Игнате Тихонич. А? С нашей точки зрения, это же все-таки идол, их не Аллах. Я говорю, эти слов я не говорил. И говорить не буду. Тут что-то есть. где поминаются наши все святые, святые имеются в виду библейские, то и Абраам, Исаак, Яков, и Ева поминаются. Не могу сказать. Этих слов я не говорил. Ну согласно канонов, другой веры, люди, которые веруют по-другому, только с ними же только молиться нельзя, да, как я понимаю? Да, молиться нельзя. А вот так говорить, вы идол не покажете. А он для них идол. Еще повторяю, я этих слов не говорил и говорить не буду. Потому что здесь все по-другому. Идол-поклонники, кто из них признавал Авраама, Исаака, Якова? Да никто. Это совершенно Нептун, Венера, Асклипий, ну мало ли каких там богов было. Это Кронос. И к какому богу отнесем? А было ли такое, что его идол? Да они никогда не изображали его. Они вообще против изображения. Тут все сложнее. Здесь осколочно. Что-то на слух человек принял, и все. И поэтому, тем более, говорит, принося жертву идолам, бесам, и они жертву приносят. Да они это не жертвы даже. Они сидят, обедают. Не могу сказать. Я боюсь этого. Ну просто вот тут прислали. Слушай, нигде не питаться, никому ничего не давать. Только давать. Кто там говорит, ты чего? Иван Артюшкин. Да ну еще он говорит. Я говорю, лучше нигде ничего не питаться, лучше только кормить. Он говорит, блажение давать. Просто кого-то кормить. Вот это правильно на сто процентов. И дальше там рассуждали, на какое, на слово Евангелие-то. Вячеслав говорил на сто процентов правильно. Ты надо было опуститься на один стих ниже, и сразу бы увидал. От благовестия. Пришел через благовестие. Там прямо написано. Ну и здесь точно так же. Блажение давать, нежели брать. Я никогда не заходил, не обедал, и не пойду. Ну а если бы меня где-то забросили, я бы очнулся там, ожил, и там одни бы там такие люди, не нашей веры-то. Как бы у них поел? Конечно, поел. Как нельзя есть растерзанного зверем. И особо исполняющие эти протопопа вакуум. 470, кажется, этот, Афанасий, Пашков, Воевода, заморил. Я, говорит, ел звероядину. Но приехал, и пить. И мне тут какая была ощущение, и все, не умирать же. Потому что послабление бывает. Вот это экономия. В храм животных не заводить. Но вот ты едешь, и там в горах одна грузинская церковь стоит. Пурга. Лошадь разрешается завести в храм. А она отправится убрать. Убрать, потому что не погибать. Это чувство любви. Жена согрешила, изменила мужу. Тут понятно. Она должна быть 7 лет, допустим, на отлучении. Ну, понятно все тоже. Но! Церковь, это любящая мать. Она пришла к священнику и говорит, батюшка, я виновата, я больше буду ставить. Но у меня муж страшно ревнивый. Когда он увидит, что я выхожу с оглашенными, он все равно узнает. Он убьет меня. И у церкви правило говорит такое. Не выходить. Пусть она стоит с верными. Никто не знает, но не причащается. И муж не догадается, чтобы спасти ее душу. Вот как осторожно надо. Поэтому относительно, о ком говорили, что это жертва идольская, я не говорил, не говорю и говорить не буду этого. Я боюсь. Тут слишком все сложно. Мне не дано это открыть. Я просто там не бываю, но и не говорю. Игнатий Тихонович, вы не говорите, потому что это как будто грех будет, или как? Я не могу осторожно. Там что-то есть, но не в открытую идол, и не в открытую христианство. Мне это не открыто назвать так открыто слова. Вот я, допустим, сейчас скажу, вы обращаетесь к Ткачеву, к Смирнову, они ответят? Не ответят. А мне не надо их спрашивать. Я молюсь. А я молюсь, и у меня на сердце лежит, этих слов говорить нельзя. И не потому, что я там боюсь и говорю, что тут, об этом речи нет даже. Слишком нигде про это не написано как. Тогда не было никогда. Это явление особое. Бищ Божий пришел под таким видом. Это не буддизм. Это не конфуцианство, не даоцизм. Я не знаю, кто меня понимает или нет. Хотел бы всем посоветовать послушать о мусульманах лекции Геннадия и Геннадия и остаться. Я все знаю про них. У меня написана целая книга. Но говорить эти слов не говорил и не буду. Я просто не хочу с ними там обедать. Я пообедаю дома. Я им говорю, меня послал Господь пропадать Евангелие. А Павел как бы поступил, не знаю. Этого явления не было никогда, чтобы наполовину что-то брать. А к еретикам их относить нельзя. Вот кто-то Сергей Евтушенко нашел в хорошем качестве беседа. Надо посмотреть. Так что, если там плохо, кто считал, пересчитать надо сделать. А вот это, вот она беседа Сергей выставил уже. Я прошу понять меня правильно. Это тот редкий момент, когда я могу сказать не знаю, только из-за одного страха. как бы не согрешить. Говорят, что я дал поклонство, значит, я в этом и дал поклонство должен увидеть и Соломона, и Авраама. Нет, не могу. Может быть, они как еретики, а может еще хуже. Но тут сложно. Все. Вот я живу в мусульманской, можно сказать, среде и у меня в доме два мусульманина, бабушка и дедушка. И как этот праздник, им, естественно, приносят мясо от барана и они там варят что-то. Но мы не едим, не касаемся даже его. Вот так я взял. Они нам дают. Да. Ничего не говорить, молиться и все. Потому что это необыкновенное явление, необыкновенное. И поэтому лучше промолчать, иначе можешь непростительно согрешить. Спасибо Христос, Игнатий Тихонович. Я еще раз прошу понять меня. Я так никогда не говорю, потому что мне многое известно. А вот здесь мне неизвестно. И я не скрываю этого. Хотя с ними знаю, и встречался, и был. И вот брат Вячеслав Сергеевич, она в этом говорит. Ну, тут надо иметь рассудительность, конечно, не так, что правильно. Игнатий Тихонович, а почему вы здесь не применяете местописание, ну, 20-я глава исхода, там же конкретно написано обыдолах, какие они должны быть. А у мусульман мы ничего не видим этого. Вот я ей говорю, если бы определенно четко, я бы сказал, не знаю, но я молюсь на молитве, проверяю себя, и внутри меня запорка стоит какая-то, промолчи. Промолчи. Я им говорю, без Христа спасения нет. Определенно и четко. Деяние апостолов 4, 12. Я им считаю Галатом 1, 8, 9. Анапима. Считаю 1 Иоанна. Если кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Я считаю им, как у меня написано. А остальное, что они как понимают, мое дело благовествовать, не больше того. Даже перед судей поведут, не убеждать, а для свидетельства. Тут надо щетко застолбить. Аминь. А вот хотел вопрос задать, кто там в мусульманских странах живет. А вот они с этими баранами, верблюдами там приносят они, они как приносят сжигают на кострах или сами съедают? Или то и другое? Они закалывают и раздают бедным. Не сжигают, не сжигают. Делят просто на несколько частей и что-то сами съедят, что-то раздадут, что-то там еще куда-то. я еще раз скажу. Апостол Павел говорит, что они сами в себе этот закон. Вот в чем дело. Почему? Совесть то оправдывает, то судит. И Бог будет судить, которые не слышали, а эти не приняли, преследовали христиан. Тут все сложно. Это бишь Божья за то, что монахи сидели за стенами. Два миллиарда людей упустили. Слав, а вот твои родственники, бабушка с дедушкой, они когда Пасха, они едят Пасху куличики? Вы предлагаете им? Едят, едят. Едят, да? То есть их все не выделяется этим самым. Они мусульмане такие же, как православные, такие же. Одноправо и налево двум богам готовы служить. как? Нет, как что-то зайдет, то там как дьявол входит и все, и начинает бесноваться по поводу там Христа, Библии. А так, если что-то касается брюха, то тут ничего нету. Ни слухом, ни брюхом. Я считал, что это они там пастухи, козленка там, ну, может быть, небольшого закололи. Может быть, он охромал. Ну, и костер развели. Но они никого не видят около костра. Еще один пошел, салам алейкум, садись, брат. Ну, и все, уже трое. А бурлит уже, варится. Когда сварилось, стали ездить, а 20 с лишним человек сидят. Им там досталось-то понемногу. Они очень приветливые. Очень приветливые. И поэтому Господь им суди я, не будем судить пока. Но относительно веры, мы четко скажем, без Христа спасения нет. Они, когда курицу даже курицу забивают, они молитву читают. И барана так же. Вот видишь, как? А у евреев кошерная пища. У меня тут вопрос, я отвечаю, как брать? Кошерная, значит, проверенная, ничего нет. А православная, чтобы осквернить евреев там, надо добраться, где кошерная пища, да и все там свиной кровью окропить. И говорю, вот молодцы, додумались. На что похоже? Евреи кошерные, они любят свой народ евреи. И поэтому они проверяют пищу. Она проверенная. Она можно ее есть? Ничего нету. В самолетах раздают написанное. Что там? Там нет свинины, главное это, запретных животных. Ничего больше там нету. Нет, они там клятвы такие на христиан. Я говорю, ты где-то слышал, видел? Знаешь, не бери. А вы бы взяли, но я не ем мясо. Ну, что буду проверять-то? Я вот летел из Финляндии в Америку, сначала там пересадка-то, и молодые стюардессы, ну, я еще понял, по-английски с ними заговорил, и говорю, у нас пост, мы сейчас не едим. А что можно? Я сказал, нельзя. Они ко мне за перелет четыре раза подошли, а к людям два раза. Они мне какие-то орехи, какие-то яблоки, какие-то ягоды, и все с улыбкой и с улыбкой. В 92-м году было, я все еще помню это. Не ради брюха. А я проверять буду, какая она пища, не знаю, она цельная. Видно, что орех грецкий, там, или кедровый, там, у них хорошо угощают, там, подали воды выпить, там, чай, ну, салфетку. У нас в Казани тоже мусульмане, у них халяльное все, халяль называется, это как кошерное, только, и там, ну, вот я беру, потому что, ну, точно ты знаешь, что кровь выпущена у мяса, к примеру. Улица, сто процентов, крови там нету, там, потому что обязательно это. А если ты возьмешь не халяльное, то там неизвестно, как, чего они, а тут точно знаешь, что там соблюдены условия вот эти. Да, именно с молитвой, зарезано с молитвой. У нас все, сестра жила там, Валентина, и она, казашка, там, это, киргизская, киргизская, киргизия, и она у нее все, все перенимала, как колоть, как что, и выйдет на базар, а ее уже знают эти мусульманки-то, они у нее берут, а соседка колет, ну-ка, топором-то курицу отрубила там, а они не берут, она говорит, не так надо, ты вот смотри, как я делаю, она кровь выпускает, где-то что-то перерезает, и они прямо у нее из рук вырывают. Вот надо знать обычае. Я вот был в Латвии, попутно скажу, говорят, они такие националисты, когда нужно показать, куда идти, спрашиваешь, а он вот так вот показывает, туда и сюда, не знаешь, куда идти. Я говорю, ты давно живешь? Да 18 лет. А как ты разговариваешь? Не знаю. Язык выучил? Нет. А какие обычаи? Ничего не знают. Они плохие, и все. А я нашел, что эти прибалты, они чудесные люди, работяги, такие скромницы. И узнали, что я разговариваю с ними, они меня не знают, куда усадить. Вот. Вот и все. Надо маленько самому-то подвигнуться туда. Они раздают там где-то, а тебе некогда. А ты, представь себе, у тебя стадо баранов, ты видишь, что они ничего, закололи раздают, а ты барана дорогая, попроси там, возьми. Возьми все. Тут сейчас смеются над ними якобы. Ну, поубивали всех, русские-то там были, воевали где-то в Афганистане-то. Ну, и молятся там старики. А он зашел и кричит, кто молодой есть, кто крови не боится. Никого нету. Он второй раз зашел там, офицер поищал, нет. Но они-то думают свое, он говорит, баранов заколоть надо ты, ножа нету. Вот тогда сразу молодой парень встал с колен, пошел, заколол. Наши жили в Тиргизии, и даже сейчас моя сестра там живет. И обиды на них никогда не было. Никогда. Они очень дружественные. Знаю, что мы христиане православные. Мой отец инвалид войны, он много видал и всегда восхищался. Какие они приветливые, какие дружные. Там и умер, там и похоронен. Ну, вопросы, наверное, можно задавать? Давай. Да. Здравствуйте. Можно вопрос задать сейчас, да? Да давай, не трать время, спрашивай скорее. Да, у меня, если можно, к Игорю Дубунову вопрос. Он здесь сейчас? Игорь, по твою душу пришли. Ну, вообще-то Игорь Тихонович сейчас сейчас, ну, смотрите. Вот и все. Если можно, я просто... Давай, я ему перескажу, передавайте мне. Молодец, Игорь. Да, хорошо. Я смотрел на сайте беседу по катехизации, и он там упоминал тему геологии, что он сам геолог, я так понял, работал, да, раньше? Профессиональный инженер. А сам, как верующий, он там вот, ну, что от создания мира 7 тысяч там 500 с чем-то лет, да? Вот. А как геолог он может ответить, вот на основании чего вот размазалось на миллионы лет создание мира, то есть, какая основа у геологии для этого, для того, чтобы так считать? Насколько она надежная, скажем так, чтобы на нее опираться вообще? Я так и не понял, кто на ком стоит-то? Что, отвечать? Да, да. Ну, я сейчас подправлю, сейчас вопрос подкорректирую, чтобы понятно всем было. Да, может, я как-то плохо задал, но если... Да, я понимаю прекрасно, и как вам лучше-то задать? И это дело все в том, что только специалисты могут это знать. Ну, вот, есть такие книги, которые можно найти по этому вопросу. Две книги есть, наших православных священников, которые геологи, они отвечают. И я эти книги читал, и на этих книгах основываю ответ свой. Значит, в чем все дело тут заключается? То есть, научные исследования говорят так, что, ну, максимально человек произошел где-то миллион лет назад и до 20-15 тысяч лет назад. А Земля уже существует, ну, начало формирования после Большого взрыва приблизительно 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. Все это было. И постепенно там сформировалась она там из обломков, и, конечно, я могу включить даже видео свое, что вы видели. И в конечном итоге, вот такая, как она сейчас, Земля, она уже существует несколько периодов, ну, приблизительно, приблизительно, где-то 300 миллионов лет, ну, 500, вот так, но это все приблизительно. Теперь, значит, отвечаю, понятно, да? То есть, все. А теперь самый главный вот тут вопрос. Если Господь все сотворил за 7 дней, и теперь у нас идет 7528 год, то, значит, получается, несоответствие секселярды целые какие-то тут у нас. Но дело все в том, что у Господа тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. Если мы от человечества еще можем сказать 7528 лет назад Тадам появился, хотя мы точно не знаем, сколько существовал рай. То есть, тут тоже может быть не один год там или не два тысячелетия он там был. Сколько он там ухаживал за садом, когда там жена у него была, как она согрешила сразу после этого. Там не написано же об этом во временных рамках. Поэтому, ну, здесь, допустим, какие-то приброски на сколько там можем на 10 тысяч лет даже сделать. А вот теперь дальше, а как же теперь земля-то, вот эти миллиарды, секселярды. Есть такой углеродный метод определения. То есть, углерод, он распадается приблизительно за, ну, сколько его там, какой процент его, 100% углерода распадается за 15 тысяч лет в нашей атмосфере он распадается в прах. То есть, его нету. Ну, как сказать, допустим, берете вы каменную соль и бросаете в воду. За сколько она растворится? Ну, за сколько это растворится, правильно? Посчитали за сколько. Так вот, есть углерод, такой минерал, который растворяется за 15 тысяч лет в нашей атмосфере. И когда это открыли, то приблизительно людям представилось так, что, ну, значит, вот как раз уже он должен у нас распасться, углерод. И поэтому надо посчитать его процент, какой остается здесь у нас. Ну, кому непонятно. И теперь они берут кости животных, какие-то ткани, выделяют углерод и смотрят, сколько углерода остается, в каком процентном отношении. И от этого минусуют и получается, сколько тысяч лет назад. Вот так. Но, новые сейчас исследования показывают, что, возможно, углерод в то время, когда раньше было, он не так распадался. и для этого есть большие основания, потому что другие ученые сейчас доказывают, а углерод сейчас быстрее распадается. То есть, получается, что эти 20 тысяч, которые дают лет до сотворения человека, они как раз в те самые рамки 7500 лет и попадают. Ну, и поэтому на всем этом основываясь, я как бы это и проповедую, что нету никаких и научных тоже обоснований истинных и так далее. А вот существование Земли, сколько оно, это все от Господа зависит. Может быть, Господь творил, у него один день был 13 миллиардов 799 миллионов лет, а остальной миллион он там прикинул на другие какие-то дела, творил там Землю и так далее. Тут уже мы не спрашиваем же у Господа. Просто вот так мы соединяем научные познания и библейское основание. Игорь, не научные, а бабкины бредные, не надо время на это тратить. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Пусть они с костями возятся. Вранье все, Адам сколько был? да если жену бог дал, он до вечера там не был. Ну, вот так вот однако. Не надо этого всего. Ева была, а сколько жил? так срок жизни Адама показан 950. Вот и все, в это поверили. Остальное никакого отношения к спасению не имеет, и вопросов эти не надо даже трогать. Пустое все. Академик Верхов все это доказал. А вот пятиконтропы, австралопитеки оказалось к разным животным относятся, кости на расстоянии 2,5 метра находились. Весь обман скрылся. Я знаю одно, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И стали веселиться. Давайте дальше поехали. А Златоуз говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Эту фразу надо хорошо запомнить. Геологи там где-то вот писали пастух в Казахстане в степях нашел камень, большой валун, большой, и там какие-то знаки. Он с кем-то поговорил, а тут близко был, поговорил там в институте и поехали туда и увидели, обрадовались, и краны пригнали, подняли и привезли. Там две кандидатских, одну докторскую защитили. А потом какой-то человек пришел и говорит, откуда этот камень взяли? Они говорят, так это мы в фильм снимали, я, вытесывал эти знаки, иероглипы, но назад уже никак нельзя, уже доказали, нет, он уже получает, уже питается от этих знаний своих. Ну, вранье сплошное, как Сергей парализованно говорил, брехоны одни, лишь бы время тратить, не надо туда и лезть. Господь нам дал жизнь, каждую минуту дорога для нас. А то, будто бы слона, муха получилась, из карася, порося дошло до гуся. курица или яйцо раньше? курица, земля взбугрилась, курица закудахтала, петух потоптал ее, завтра яйцо получилось, все. Игнать Тихонович, задавили, задавили здравым смыслом. Давайте, следующий вопрос, тогда, я уже задавал, ну, ответьте, пожалуйста, сердце, в Библии что подразумевается под словом сердце? Вы просто, просто очень даете ответы такие, можете сказать? Мы должны посмотреть в Священном Писании, что оно включает, говорит, а что такое душа? Душа. Вот узор взгляда на истину, это сектанство. Мы должны по ширине брать. Это слово душа, допустим, 18 разных значений насчитывает. и душа его прилепилась к Дине. Сихем. Как он? Прилепил, что это, пластилин какой, что ли? Так написано. То есть, полюбил. Я, говорит, прилепился, почему, говорится, оставит отца и мать и прилепится к жене. Ну, ну, как прилепится-то? Полюбит? Вот я сегодня разослал всем, как отвечает на это Юрасов Амбросий. Ну, столько же разговору. Так и здесь. Сердце означает, я вам откинул, так, слово Божие живо и действенно до глубин сердечных. Сердце это глубина размышления и переживания, а не кусочек, который колотится здесь, сколько он там грамм. Больше тут ничего за этим не скрывается. Сердце человеческое и мысли, кто их вычерпает? Это глубинное размышление и тайное помышление. А человек, который ничего не дает, просто сердечный. То есть, он ничего не скрывает за этим, как сказал, так и понимай. Чисто сердечное признание, говорят, что такое? То есть, не скрыл, не было дурного замысла, ничего не прибавил, и я видел сам свидетель, то есть, видел. Вот это значит сердце. Глубинное размышление. Ничего больше тут нету. А вот когда дух, душа, иногда духа, духом называется душа, а душа духом. Видел я, к духам праведников совершен, к духам. 6-9 откровения, души праведников, праведников, по жертвенникам. Никакого жертвенника там нет. Речь идет под знаком любви Божией. Жертвенник это крест, а крест это высочайшая любовь. Вот все, теперь пришли. Называется экстраполировать события. Переходя из дали, внезапно переносить в сегодняшние дни и переносить прямо к конкретному человеку, к себе. Ничего не надо запутывать. По простоте прочитал, другое место открыл, тем более сейчас такая техника, поисковики разные-то. И уже все открылось. Я как-то ехал с одним священником, он психолог, хороший, отец Владимир. Ну и он насчитался воином Яценецкого Луку. Там дух, душа и тело. Я говорю, нету человека, человек дуалистичен. У него только душа и тело. Да как написано дух, душа и тело сохраняться? Написано. Но человек дуалистичен. А почему? Ну давайте. Вы понимаете как? Вот человек умер, душа вышла из него? Ну да. А дух где куда пошел? Душа пошла в рай. А куда это пошел? Или в ад? А куда дух пошел? Сразу молчок. Ну я с ним поговорил, он молчал, но видимо на ус наматывал-то. Когда приехали в Ленинград, он лежу там беседует, уже беседует так, как мы с ним разговаривали. И все. Потому что просто ясно подтверждается священным писанием. А когда вместе говорит дух, душа и тело, в одном месте душа и дух, это означает настроение. Душа это вторая часть. Дунал дыхание жизни и стал душою живою. Душой назван весь человек вместе с плотью. У меня в семье семь душ. Ну не души же на блюдах сидели-то. Отдается предпочтение к высшему, потому что душа выше, она нетленная. И так говорим. Надо просто внимательно считать. У него дух веселый, дух скорбный, дух печальный. А это отражает на душе чувства, которые в душе есть, называется духом. И одновременно душа называется тоже духом. 12 глава послания к евреям. Приступили к духам праведников. Вот все стало на место. Никаких противоречий ни одному месту. Все. Дальше. Игнатий Тихонович, а счастье в Писании или у святых отцов говорится в Стонии? Счастье как понятие? Понятие вот это место? Счастье, счастье, слово счастье и что под этим подразумевается. Счастье в муж доброй жены. Вот где счастье-то? Поэтому не торопись жениться-то. И несчастье от чего, что она не такая, не слушается и развез. От развода все несчастные. А счастливый... Поздно, женат. Я не понял, Георгий, что? Поздно, говорю, женат уже. Ну, все. На ком женился, теперь тащи. Ты уже не можешь отрезать тело от головы. Так вот, теперь что такое счастье? По большому счету на земле нам счастье не обещано, кроме того, что я сказал. Наша задача написана радуйтесь и еще раз говорю радуйтесь. А кто радуется? В печали или в радости? В радости. Но с плачущим плачьте. С радующимся радуйтесь. А что труднее? Труднее радоваться. Печальнее, когда тебя объемлет этот скорбь. Кто-то попал в аварию и ты сочувствуешь, а может, сам где-то задел счастье. Счастье нам не обещано здесь на земле. Время скорби, юдоль печали земля называется. И поэтому мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Вот весь ответ. Счастье угодить Господу. На душе спокойно. Спокойно ты засыпаешь. Ложку меда в теплой воде, еще прогулку по двору и только до постели коснулся и уже уснул. Самое больше 48 секунд уходит чтобы заснуть. А то у меня бессонница. Ну и плохо это, конечно. Никаких не принимать в таблетах. Вот меня почему-то я отвечаю Георгия вам смотри. Я говорил уже неоднократно. Я попал на один сабантуйщик небольшой. Там день рождения справляли. И такие важные люди. Позвали все генералы. Все собрались тут. Один генерал-лейтенант, другой генерал-майор. Ну все. И увидели меня. Ой, кто пришел к нам. У меня со всеми хорошие отношения. Садись за стол. Я не ем. Ну у них там выпивка там немножко на рабочем месте. А мы только о вас говорили. Мэр города там кажется. А я что говорили? Говорили более счастливого человека никто не видел и не встречал. А о ком? Да о вас. Обо мне? А по каким параметрам вы определяли мое счастье? Вы делайте то, что вам нравится. Вот как определяется. Особенно у Николая Гавриловича Чернышевска хорошо сказано. Чем большему числу людей ты приносишь счастье, тем ты счастливее. Я счастливый как организатор деревни, сайта, лагеря, друзей. Ну то, что я им оставляю, какое сокровище. Я счастлив. Я в В интернете встретил один Стручков Александр, профессор, шолоховед по Шолохову. На нем он питание нашел. И он там кому-то говорит, а я натолкнулся случайно. Я говорю, встретил человека, счастливее которого не знал и не встречал. И опять меня называет. Это действительно так. Я вот с вами разговариваю, я счастлив. Какие люди собрались. Беседую, познакомил меня с чем. Новые помощники. Слава Господу. Конечно, трудно радоваться, когда трясут тебя. Сережа. Все, вы в эфире опять слышали. Меня опять вышибло. На секунду вышибло только. Ну, наверное, уже время показывает. Или еще есть? Есть еще пять минут. Давай, подсоединяй. И пусть вопросы задают. Тут один. Я летом приехал. На один день приехал. И сразу журналист один приехал. Ну, это такая важная газета. Правительственная. И у меня интервью берет и написал. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Эпигра взял из Библии. Вот это да. Ну, такая умная статья. Я мало его знаю, кто. Да кто-то еврей у вас был. Еврей. Я знаю, умная нация. И вот он написал. Вот. Я спрашиваю. Как вы себя считаете? А Игнатий Тихонович отвечает. Я считаю себя несчастливым. Как так? Вы же такой патриот несчастлив. Потому что мой народ. Не на русском языке богослужения нет. От него Христа спрятали. И вот. Самое сложное. Разъяснить постыми словами. В этом весь Лапкин. Это он ухватил сразу и напечатал. А я это перепечатал. Для слова Божия нет уз. Там статья эта помещена. Я это все беру. Для себя. Самое простое толкование даю. Вопросы? Раз. Попрятались, говорит, как суслики. Вспомните, это картина. Такой фильм есть. Президент и его внучка. Никита Михалков поставил. И его дочка, кажется, играет там хорошая. А президентом он сам играет. Табаков, кажется, играет. Олег. И. Похожий. Так же говорит. Ну ты. Так же говорит. Все такими же словами, как Ельцин. Кто не смотрел. С ребятишками можно посмотреть до поста. Президент и его внучка. Двойняшку там родила. И перепутали. И на новогодний вечер в Кремле. Иван говорит, спят до обеда. Правильно. Мы встаем в 4.40 всегда, Иван. Всегда. И в праздник, и всегда. Но вот я скажу свою защиту. До 60 лет кто ложится отдыхать, отнимает жизнь свою. А кто после 60 не отдыхает днем, тоже отнимает. Но поэтому ложиться я никому не советую. Ни в каком возрасте. Но после 60, вот мне иногда требуется, на скамейке я сяду и головой откинуть, минут на 15 подремать. Чтобы сердце добавку получило. Тут уж ничего не сделать. А вот кто взял? Это Елена Гладыщук тут из книги «Абросия Юрасова». Ответ понравился? Почему дети не послушают? Очень понравился, я говорю. Начала вспоминать, как у меня было. Так, считают. Один говорит, я прослезился даже. А другой говорит, я смеялся там, считал. Я разбор делаю его. Тем более я его знаю. Но тут еще одно дело. Он, зная все, что я написал, не обиделся и все время мне поздравительный шлет. Не выговорил ничего, все принял, видать. Вот это очень полезно. Обычно скажешь, ну и жди беды. А это нет. Самое интересное, что вы даете шанс там ему исправиться. Его ли это? Или это опечатка в этом? В издательстве. Да, вот хороший. Но, однако, тут-то он отвечал-то, никуда. Дам в Росе, тот медиаланский, что сделал? А я математику люблю. Я там выставил. Абсолютно и так это думал что-то или не думал. Я разобрал, сколько я насчитывал. Я могу сказать, сколько Библия время занимает начитывать нормальным голосом. Не быстро, как я говорю. И что, 10 что ли там или 7 нотариев не успевали записывать. Я сделал сравнение со Златоустом, с житиями, со всем. И доказываю, что он соврал раз в 100. Ну что, неужели 16 человек и вопросов нет? Вы что думаете, а? Ну давайте. Игнатий Тихонович, можно еще вопрос задать? Хорошо. Я слышал сейчас, да? Хорошо слышал. 25 человек. Ага. У меня вопрос по крестному знамени. Я просто у первых христиан считал, что осеняли, конкретно упоминается лицо. То есть лоб и глаза. То есть крестного знамени, которое как сейчас вот на лоб, на живот и дальше там такого нет. Причем даже какие-то упоминается странные, непонятные у Иппоито Римского, допустим, что как-то дули на руку там и слюной что-то делали там и так далее. Вы что-то об этом как-то можете прокомментировать? Как это все развилось в то, что сейчас есть в плане крестного знамени? Я до конца, может, не понимаю. Володя, ты все слышал? Володенька, иди скорее. Ну, конечно, я где-то читал источники, в которых описано, что раньше крестное знамение делают только на лицо, а не на тело. Нет, 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 нет. Это во многих житиях святых упоминается, а также у Ипполита Римского это упоминается. Может быть и делают, но крестились прямо лоб, чрево, где пуп, правое и левое. Говорит, в житиях святых упоминается и у Ипполита Римского. Мало что упоминается. Может быть, кто-то и делал. Вот у меня глаз болит, я отдельно глаз перекрещиваю. Но в церкви этого никогда не делали. Больное место это правильно. Правильно. И вот у меня нога заболела, я перекрестил ногу. Но, однако, первые христиане были, они распростирали руки крестообразные. Или ложились на землю, подобающее место, и руки крестообразно раскидывали. Другие поднимали руки. Я в житиях святых симфонию составил. Там все указано, в каких житиях это есть. Но это они так молились. А общее, что было, нет. Ян Златоуст говорит, персты как слагались. Старобрядцы держатся два перста. А Златоуст пишет, одним перстом молились. Одним. Начертывали крестное знамение. И не на грудь, а на пуп, где есть, чтобы не перевернуть и получился. Чтобы верхнее, ну, где на плечи кладешь, проводишь рукой, то от алба-то до этого места меньше должно быть, а не больше. Тогда крест перевернутый. Сейчас он с Лободского появился. Говорит, мы все время учили на грудь освещение чувств. А когда показали, сейчас схему рисуют кверх ногами. Один человек нам подсказал, и мы ахнули. Целое столетие неправильно крестились. Кто им там подсказал, не знаю. Видел бабульку, она зевала и перекрещивала свой рот открытый. Да, это позевает когда. Только не поймешь, что он то ли открещивается, то ли закрещивает, чтобы не вылез. У Антония было, он увидел первый раз, кто-то перекрестил рот, позевал. И он тоже взял из того добро. У нас это как-то не принято. Рот закрывай ладошкой и все, чтобы окурки не бросали в рот. Один мальчик маленький спрашивает, мама, а душа где? Она говорит, она в человеке, а где? И она его поставила на стол, смотри мне в глаза. А солнце-то падает-то, и оно как в зеркало. Наконец он увидел, как закричал, мама, я душу увидел. Вот видишь, он сам себя увидел там в глазах человека. А ну смотри в глаза. Если человек смотрит открыто, все говорят, добрый человек. А вот человек, который сидел, ну уже там у него испорчен, он глазами бегает. Я говорю, зачем ты глазами крутишь-то по углам-то? Тащить тут нечего. Один залез в дом, а инвалид на кровати лежит, луна, он его увидел. И говорит, сынок, что ты ищешь тут ночью? Я тут днем сам не могу ничего найти. Вот такие маленькие примеры показывают, как должны быть мы внимательны. К нужному месту что-то сказать. Один взломал дверь, и ничего нету. И увидел, что инвалид. И записку оставил, положил деньги за то, что замок сломал. Отец, я виноват. Дверь-то у тебя нарушил, вот отремонтируешь деньги-то. Я первый раз такого встретил. Ничего нету, совершенно ничего. Вон в холодильник там пусто, отключено, чтобы меньше платить. Ничего нету. Вот так. Это наш брат Василий. А где он? Брат Василий Черепанов. А-а-а. У него точно так же, там нечего брать. Нечего брать, да. Я когда был в лагере, а в лагере там, когда тебя кто-то остановил, начальник-то, и не понравилось карманы, он... А ну, в шапку ты должен доставать из кармана и все выложить, он должен смотреть. А он рор, как ему не показывают, он здоровый, так он сразу начинает, собьет ногами, пинает и лупит. Заключенного-то. И как-то он мне встретился, и... Ты чё такой на меня? Раздулся, как пузырь. Пузырь. А у меня с тобой проспорт оставить-то нельзя в карманах-то. А ну, положи сюда. Я шапку снял, положил, посмотрел. А это чё такое? Он руками трогать нельзя. 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 Ну, и ещё и пошёл дальше. Так интересно, как пузырь раздулся. Ну, давайте. Сергей Павлович, ты мне не скинул сегодня эти, которые считаешь-то? А брось это. Накидай ты мне их, чтобы у меня ставить нечего. На ночь я бы загрузил. Загружай-то я сам. А она медленно у меня работает, машина. Хорошо. Хорошо. И стирает в порошок. Ну, всё тогда. Давайте молиться. Поистине достойно прославляю тебя, Богородица, всегда блаженную и непорочную, Матерь Бога нашего. Ты достойна большей посетить, чем хирургимые посла, и с твоей несравнимых аудиторией родимой. Ты без нарушения чистоты родила Бога. Слово, как истинную Богородицу, мы тебя величаем. Я вот гляжу Георгий, пусть помолится. Георгий Кадушкин, молись. Господи, благодарю Тебя, что дал нам жизнь на земле. Благодарю Тебя, Господи, что дал прожить нам этот день. Благодарю Тебя, Господи, что дал мне сродников моих, друзей, знакомых, соседей, врагов, начальников, благодетелей, царей. Благодарю, Господи, что все, что происходит на земле, все по воле Твоей, все по промыслу Твоему. И все, что Ты даешь нам, все худое или доброе, все на пользу нам, все для спасения души нашей. Благослови, Господи, Отца Иоакима, проповедника Игнатия, Щецов, Сергея, Игоря, Владимира, Виктора, Никиту, Вячеслава, всех благовестников, кто указывает путь к Тебе, Господи, через Слово Твое. Благослови всех трудящихся честным трудом, всех учащихся, всех путешествующих. Исцели всех болящих, избавь их от мучения. На все, Господи, воля Твоя. Избавь меня, Господи, от лени, от нерадения. Дай мне талант благовестия. И не дай мне, Господи, умереть без покаяния. Слава Тебе. Честь и поклонение. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо. Братья, те, кто не учил, можете сейчас учить. Мы сейчас стоим и ждем, пока все подучат, то, что мы прошли стихи, которые... Я сейчас сброшу опять файл. Да. Спасибо. Продолжение следует...